Значит, новая система в любом случае необходима. Неподалеку от Москвы начинается секретная стройка. Масштабы этого строительства поражают воображение. Гигантский крытлован размером с поля стадиона. Глубина 10 метров вниз. Значит, внизу заливается трехметровая подушка бетонная. Значит, куча машин, куча эскалаторов работают, строители. Уже в 88-м году все работы были завершены. И уже где-то в 89-90 год уже система вошла в боевое дежурство. В лесах Подмосковья возникло невиданное никогда сооружение. И размеры, и формы его необычны. Напоминают усеченную египетскую пирамиду. Позднее американцы назовут его восьмым чудом света. Но причина не в форме и гигантских масштабах. А в его уникальных возможностях. Это ядро всей противоракетной системы. Под землей скрыты бункеры с управляющими блоками. Десятки километров коммуникации и тоннелей связывают воедино локаторы, информационные средства и залы с новейшей аппаратурой. По сути дела, это автономный подземный город, подчиненный одной цели. Она решает задачи. Обнаружение баллистических целей в космическом пространстве. Выдача определенных параметров, координат об этих целях. Для того, чтобы решить задачу поражения этих целей, если они являются баллистическими и атакующим наш обороняемый объект. Вторая задача. Вывести противоракеты. Соответственно, эта станция управляет своим лучом, управляет ракетами в процессе их вывода на траекторию поражения. При перехвате баллистической ракеты счет идет на секунды, максимум на минуты. И за это время нужно не только обнаружить цель на невероятном расстоянии, но и провести селекцию ложных целей. Выделить ядерные боеголовки. Все эти действия полностью автоматизированы. Операторы следят лишь за тем, чтобы системы работали в штатном режиме. Система ПРО покрывает, прежде всего, и защищает промышленный район Москвы. И информационно она покрывает некую шапку радиусом где-то 1500-2000 километров вокруг Москвы. То есть это вся практически Европа. Значит, и на восток, и на запад. Американцы не ожидали, что мы можем сделать сложный такой локатор, который, вообще говоря, имел рекордные и до сих пор имеет рекордные характеристики. То есть та энергетика в СВЧ, в диапазоне, которая существует у этого локатора, ни у одного локатора американцев нет. Эта уникальная станция лишь часть комплекса противоракетной обороны Москвы. Два эшелона ракет стерегут приближение цели. На расстоянии до 500 километров срабатывает противоракеты дальнего действия. На входе возможной цели в атмосферу стартуют скоростные ракеты, которые до сих пор по своим характеристикам превосходят аналогичное американское вооружение. В середине 90-х годов американцы предлагают совместный эксперимент. Своеобразное состязание локаторных систем по обнаружению целей. Шаттл доставляет на высоту 500 километров специальные мишени. Это шарики размером 15, 10 и 5 сантиметров. Их выбрасывают в космос. Итог эксперимента поражает американцев. Их локаторы находят шарики только крупных размеров. Наша станция ДОМ-2Н обнаруживает даже 5-сантиметровую. К этому времени СССР уже распался. И многие элементы противоракетной и космической обороны остались в республиках. По настоянию американцев в Латвии в Скрунде была взорвана одна из мощнейших радиолокационных станций, которая составляла часть системы, выдвинутой к границам страны и предупреждающей о ракетном нападении из космоса. Тем не менее, система ПРО Москвы второго поколения была в 1995 году поставлена на боевое дежурство. Но мир меняется на глаза. И может быть то, что было современным всего лишь 10 лет назад, сегодня устарело. Эта система, в принципе, она создавалась таким образом, что она принципиально может никогда не устареть. Потому что модернизационный потенциал, в ней заложен просто безграничный. Как бы ни развивались активно и стремительно средства нападения потенциальных противников, всегда тот самый механизм, который заложен при построении системы А-135 Басиста М. Георгиевича, позволяет с обережением осуществлять процесс модернизации этого комплекса таким образом, что всегда будет обеспечиваться заданная его эффективность. В конце 20 века США решают выйти из договора ПРО 1972 года и создать собственный зонтик от любых ядерных ракет. После долгих проб и экспериментов они поражают опытной противоракетой ракету баллистическую. Теперь они намерены строить свою систему противоракетной обороны. Сейчас американцы выходят из договора по ограничению систем ПРО и знают о нашей покалеченной системе ракетно-космической обороны. Но если ядерной войны все-таки не было, то это величайшая заслуга эффективной, надежной системы, прежде всего системы предупреждения ракетам нападения, всеизвечайно эффективной системы контроля космического пространства и создания ограниченной системы ПРО, которая начисто лишила американцев от соблазна нанести внезапный безответный удар. Так уж сложилось в истории войн, которые ввело человечество, что чем острее меч, тем прочнее должен быть щит. Эта простая истина не устарела и по сей день. И пока наш мир не освободился от ядерного оружия и средств его доставки, история создания нашего противоракетного щита по-прежнему важна и современна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok